Отказ от любых утопий. Дерек Тернер знакомится с русским диссидентом и архи-индивидуалистом Владимиром Буковским. Журнал Right Now. Январь-март 2001 год. Какого рода жизненный опыт превратил вас в диссидента? В конце 1940-х, в начале 1950-х годов я жил в перенаселенной и криминальной Москве. Мои родители оба были журналистами, часто были заняты, поэтому мы с друзьями проводили много времени на улице. В 1953 году, когда умер Сталин, мы, будучи резвыми детьми, забрались на крышу гостиницы Националь, чтобы увидеть толпу, собравшуюся почтить память умершего вождя. Я помню, как вздымалось море человеческих голов и как автобус перевернулся под давлением тел. 5000 человек были раздавлены насмерть. Когда тебе 11 лет, ты не осознаешь себя. Но я знал, что мне нужно запомнить это удивительное зрелище. Каким-то образом, это был поворотный момент. Тут присутствовал какой-то обман. Нам всегда говорили, что Сталин был Богом, так что в его смерти было логическое противоречие. Либо Сталин не был Богом, либо Бог только что умер. Другими словами, высшего авторитета не было и, вероятно, никогда не будет. По крайней мере, для меня. Начиная с этого момента и с нарастающей определенностью, это дало мне чувство свободы. Если Бога нет, то я один несу ответственность за свои действия. Второе, что я понял, это то, что большинство может ошибаться. Люди внизу убивали себя, чтобы увидеть мертвого Бога. У меня появилось своего рода презрение к толпе с ее стадным поведением. С этого момента я всегда чувствовал, что большинству свойственно заблуждаться. Всего через несколько лет после смерти Сталина его преемники начали жестко его критиковать, что только усилило мое разочарование. Чем ваш опыт несения наказания отличается от опыта Солженицына и Шаранского? Мы представляем три разных поколения. Солженицын достаточно стар, чтобы быть моим отцом. И его опыт был совершенно другим. В молодости он действительно верил в социализм. Он медленно разочаровывался, в основном в ходе войны, как и многие другие люди, которые узнали, какова на самом деле жизнь в капиталистических странах. Мое поколение, с другой стороны, как бы уже родилось со встроенным в нас неверием и бунтарством. Ранняя вера Солженицына, вероятно, объясняет его глубокие религиозные чувства. По моему лагерному опыту, те, кто пребывали в лагерь коммунистами, выходили оттуда религиозными людьми. Создавалось впечатление, что у них есть предрасположенность, потребность во что-то верить. Что касается меня, то я никогда не верил ни в коммунизм, ни в Бога. Реакции, взгляды и образ мышления Солженицына принадлежал его поколению. Его этика философского мировоззрения частично исходит из русской культуры и литературы, а частично из того, что ему были внушены идеи всеобъемлющей философии. Шаранский, с другой стороны, абсолютный прагматик. И это, если выражаться вежливо. Что поддерживало вас в заключении? Пушкин и поэзия? На это сложно ответить. Для меня важно быть уверенным в своей правоте. Если я прав, то мне все равно. А если я не уверен, то тогда не смогу быть сильным. Но если я убежден, что я на стороне добра, а они на стороне зла, то это все. Точка. К 16 годам все факторы, влияющие на меня в течение детства, проявились. И я внезапно осознал, я не могу жить в этом государстве. Мы несовместимы. Следовательно, остальное не имело значения. Я знал, что все равно не смогу там жить. Можно сказать, что у меня аллергия на эту систему. Это было почти биологической реакцией. У меня действительно не было выбора. Соблюдение правил было просто бесполезно. Они все пытались предложить мне сделки. Но сделка может быть заключена только в том случае, если она чем-то тебе выгодна. В 1976 году вас отправили на Запад, обменяли на лидера чилийских коммунистов. Впоследствии ваши исследования доказали, что Советы финансировали левых в Чили. В свете этого, как вы относитесь к делу Пиночета? Этот случай – хороший пример моральной двойственности или шизофрении, существующей сегодня в нашем мире. Нам постоянно говорят, что преступления против человечности совершались только правыми, а левых просто неправильно оценивали или сбивали с толку. Предполагается, что мы должны проявлять понимание по отношению к одной стороне и быть абсолютно беспощадными к другой. Вы можете проследить эту идеологическую обработку во всех сферах жизни. Посмотрите на Германию, где собирается запретить политическую партию. Я мало что знаю об этой партии, но кажется, никто не упомянул, что согласно Конституции Германии, если вы запрещаете эту партию, вы должны запретить и коммунистов. Конституция Германии допускает запрет крайних партий. При Аденауэре коммунистам и фашистам относились одинаково. Затем запрет был снят. Но нетерпимость к правым осталась немного сильнее, чем нетерпимость к левым. Теперь правительство Германии пытается использовать буйствующие толпы для оправдания собственных предрассудков. Когда у них 200 тысяч идиотов прыгают под музыку техно, это у них демократия в действии. Они слишком глупы, чтобы осознать, что ими манипулируют. Вы всю жизнь документировали зверства советской власти и вели кампанию за проведение суда над советскими преступниками, как в Нюрнберге. Но, как отмечал Грибанов в своем отзыве о московском процессе, в этой книге мы наблюдаем человека, накопившего колоссальный опыт. Невероятно горький опыт. И видим, как он приходит к пониманию, что это никому не нужно, никто даже не хочет ее читать. Что это совершенно бесполезно. Почему западным политикам безразличны советские преступления? Они хотели скрыть то, чем они занимались раньше. Всего 15 лет назад в этой стране было миллионы людей, которые хотели, чтобы Запад в одностороннем порядке разоружился. Эти люди все еще здесь. Один из них – наш премьер-министр. Другой – министр иностранных дел. Эти люди просто не захотят говорить об СССР. Потому что, в лучшем случае, все поймут, что они дураки. В самом главном вопросе XX века они были совершенно неправы и были не на той стороне. Новый эстеблишмент не хочет, чтобы его легитимность ставилась под сомнение. Сегодняшняя элита сформировалась в искаженных условиях 60-х годов и путем морального шантажа общества. Даже те члены нашего эстеблишмента, которые не имели прямого отношения к Москве и КГБ, будут защищать свои привилегии. В то время как на руководящих должностях все еще находится много людей, которые были напрямую связаны с КГБ. Мы должны отказать этим людям в праве быть нашей элитой. Они были неправы, они предали нас. Они должны уйти. В чем разница исходства между советскими репрессиями и политкорректностью в западном стиле. Они становятся все более похожи друг на друга. Зародились они как вроде бы спонтанные движения, идущие из народа, словно бы как ответ на общественный спрос. Затем они были институциализированы и закреплены законом и привычкой. Большая часть этой чуши возникла в университетских кампусах США. Я был в Стэнфорде в середине 80-х и с изумлением наблюдал, как зарождалась политкорректность. Я всегда обвинял таких людей, как Сталин и Берия, в ведении цензуры, но теперь я понял, что многие интеллектуалы тоже этого хотят. Такие люди всегда будут нуждаться в цензуре. Они всегда будут хотеть быть угнетателями, потому что всегда притворяются угнетенными. Как и с большинством других вещей в Америке, с политкорректностью произошел откат спустя несколько лет. Но в Европе вещи упорно продолжаются. Иногда веками. Меня поражает, насколько легко люди это принимают. Иногда люди говорят, что русские по своей природе рабы, и что мы с радостью приняли коммунизм. Но на самом деле мы потеряли 60 миллионов жизней, сражаясь с ним. Но что же людям делать? Не повиноваться. Одним из лучших событий, произошедших за последнее время, стал протест против налогов на топливо. Вещь, которую нам в один прекрасный день придется сделать – это отказаться от уплаты налогов. Это единственный способ избавиться от этой гнилой элиты. Сменить правительство легко, вы идете и голосуете. Но как изменить establishment? Попытки изменить их изнутри могут занять века. Людям нужно сказать нашей элите – мы вам не доверяем, вы злоупотребляете своей властью. Мы не будем платить никаких налогов. Даже не обязательно, чтобы это сказало большое количество людей. Когда 3 или 4 тысячи человек отказались платить подушный налог – полтэкс, он был отменен. Судебная система оказалась забита, и машина не справилась. Они пытались показательно наказать несколько человек, но подавляющее большинство протестующих отделались, не понеся наказание. Если похожее количество людей откажется платить подоходный налог, элита будет свергнута. Правые никогда не протестуют. Они не активисты. И это большая проблема. Все, что они умеют делать – это сидеть без дела и ворчать. Мне они так надоели, что я практически перестал с ними разговаривать. Они всегда сконцентрированы на своем клочке. В то время как левые всегда международны, постоянно устанавливают связи, всегда сотрудничают. Правые никогда не помогают друг другу и всегда проводят кампании по своим местным вопросам. Они наверняка проиграют, если будут продолжать действовать таким образом. Что стало причиной нынешнего недомогания нашего общества? Есть несколько причин нашего нынешнего духовного опустошения, помимо заговора левых. Сам по себе этот фактор не сработал бы, но пал на благодатную почву. Изменения произошли с появлением нового поколения, которое стало первым поколением, воспитанным на телевидении. Затем массовая культура разделила поколения. Раньше был континиум, теперь появилась молодежная культура. У меня есть друг, которому за 80, но песни и шутки в его детстве были более или менее такими же, как и в моем. Опыт вашего поколения совершенно другой. У вашего поколения свой своеобразный способ бунтовать. Создается впечатление, что они просто хотят уйти от всего этого, заработать свой первый миллион к 27 годам и уехать на Багамы. Но восставая таким образом, они фактически принимают любые навязанные им правила игры. Все заканчивается тем, что они продают себя любому, кто предложит им цену. Это американский менталитет, который им привили. Они понимают, как все лицемерно, но им все равно. Следующее поколение – те, кому сейчас около 16 лет, будут намного лучше. Между тем, очень немногим людям вашего поколения удастся заработать миллионы. И даже если они это сделают, они просто сопьются до смерти на Багамах от чистой скуки. А те из вашего поколения, кто останутся, в конечном итоге станут провинциальными бухгалтерами в третисортных компаниях и будут ненавидеть каждую минуту своей жизни. Чем новые левые отличаются от старых левых? Недавно я смотрел, как Тони Блэр отвечал на вопрос в телешоу. Один из присутствующих задал очень хороший вопрос. Вам не кажется, что новые лейбористы похожи на купол тысячелетия? Снаружи все блестит, а внутри пусто. Купол тысячелетия – здание в виде купола, построено в Лондоне для празднования наступления третьего тысячелетия. Суть социализма состоит в убеждении, что частная собственность должна быть отменена. В это верили даже умеренные социалисты вроде Шоу. Теперь Тони Блэр, Шреддер и другие политики третьего пути кастрировали свою собственную концепцию. Последние 70 лет показали, что с частной собственностью нельзя бороться. Это одно из проявлений человеческого духа – форма самореализации для многих людей. Если вы им в этом откажете, все перестанет функционировать. Сегодняшние прагматичные политики думали, что они смогут упразднить эту ключевую составляющую своих идей, не ставя под угрозу остальные. Но если вы удалите краеугольный камень, то все здание рухнет. Развитие социализма старого стиля из этой первоначальной концепции упразднения частной собственности было логичным. Но если убрать центральную идею, у вас останется гламурное ничто. Люди, которые сейчас находятся в правительстве, принципиально идут против принципа. Но можно ли продолжать называть этих людей социалистами? Я бы предпочел называть их социалистами, потому что они все еще пытаются продвигать те же идеи. Они продолжают пытаться разрушить семью. Они продолжают пытаться разрушить национальное государство. Они разрушают английскую церковь. Они сбивают людей с толку, вводя новую терминологию. Как ни странно, я предпочитаю старых левых новым. По крайней мере, они честны и последовательны. Тогда как мышление новых левых беспорядочно и оппортунистично. Я не думаю, что новые левые продержатся долго. Как только они перестанут находиться у руля, они полностью испарятся. Это одна из причин, по которой они так увлечены Европейским Союзом. Они надеются поддерживать друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова